Добрый день! Так само на парадку готовность до початку нового научного года и приемная миссия – ознагороджение наставников, выхованцы которых перемогли на Республиканской предметной олимпиаде. Подробности в материале наших корреспондентов. До открытия конференции в холле Громадско-культурного центра разместилась экспозиция цикавых методичных распроцовок. Сирот презентованных проектов – дистанционная подрихтовка до тестирования. Навучальные гульни, виртуальные экскурсии по дороже по родным краям. Авторы проекта у наставники практики – головный мотив – выкористание информационных технологий в адекционном процессе. Бо все, что связано с компьютером и интернетом, сучасному школьнику близко и зрозумело. Задача наставника – накеровать этот интерес уречисше своего предмета. И при этом не отстать самому. Так лечить и наставник-математик, под керовницей которого областная команда стала лепшейся роды регионов на Республиканской предметной олимпиаде. Самому себя приходится вкладывать много, потому что за своими учениками приходится иногда их догонять, расти, для того, чтобы просто не выглядеть в их лице некомпетентным человеком. Поэтому самообразование огромное. Дополнительная литература, видеокурсы. Дальше Гомельская область не первый год лидирует на Республиканской олимпиаде и займает другое место по выниках централизованного тестирования. Кроме того, вдвоя повеличилась колькость абитуриентов, которые отримали сертификаты с максимальной отзнакой 100 баллов. Когда в минулом году их было всего 15, в этом уже 35. В Гомельской области уровень образования учителей самый высокий по республике. Вам есть чем гордиться. И мы видим, какие здесь хорошие результаты. Начиная от того, хотя бы, как ваши ребята, представители ваши, какие результаты показывают на международном уровне. Это связано прежде всего с теми, кто работает, начиная от детского сада и заканчивая университетами. Старшиня Гомельская облвыконками Владимир Дворник у своем завороте закрано актуальные проблемы и позначил головные приоритеты в новом научальном годе. Среди их повышения у зровня якости эдукации, особливо у сельских школах. Притягнение додатковых сродков для умыцевания материальной базы. Праца с недобранадейными семьями и иншие задачи. На тех, кто уже отримал поспех у их выполнения, ушановили под аплодисменты коллег. Дарочи сироту загородженных начальник управления эдукации Гомельской облвыконками Сергей Порошин. Зашмотгадовую добросумленную працу ему уручена грамота Совета Министров. Руслан Пролясковский, Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у российским Курску стартовал международный марш миру, присвеченный 70-ти годзю Великой Перамоги. У программе церемония о складании вянков и кветок, даме мемориала памяти загинувших у годы Великой Чинной войны, могилы невядомого солдата, помнек артиллеристам, саперам, наведывание пауночного фаса Курской дуги. У вечера российская делегация прибуде у Гомель. Плануется, что в международном марше миру на территории нашего региона примутю дел каля 50% молодежных организаций Гомельской и Курской областей. Маршрут мероприемства различен на два дни и будет пролегать на прамку Гомель-Червоны-Берах-Рогачоу-Тихиничы. У каждого из этих населенных пунктов удельники миротворческой акции наведуют место похования загинувших у годы войны, ускладуть вянки и кветки до мемориала, упрымуть у делу в митингах, побываять у районных музеях и сустрянуться с жихарами. Под час проведения международного маршу миру так само заплановано наведывание Минска и Бреста, а 28-го жнивня российская делегация вернется у Курск. Телерадио-компания Гомель протягивает цикл передач, присвеченных людям, які удостоены премии «Человек-года». Черговая программа сёня расскажет про переможцу номинации «Майстер» кондитера открытого акционерного товариства «Гомель-Хлеб-Прам» Дмитрия Антипенко. Огольный стаж працы Дмитрия Антипенко у кондитерской справе 18 годов. Азам учился у Гомельским профессийно-техничным училищем номер 35, имя Михася Лынькова. 16-годового взрослого на протягу 7 годов працавал кондитером у одним из ресторанов Гомеля. 11 годов тому лёс звязал Дмитрия с хлебозаводом. Тут он познайомился и со своей будущей жёнкой Татьяной. Головный идейный натхняльник кулинарных шедевров Дмитрия – сын Иван. И хоть хлопчику усяго 4 годы, уже зрозумело, что хоть и за всё он так само будет кондитером. Любить малявать, ляпить, а уже колебать, конечно, спробуй заработать на кухне, Ваня тут, як тут. Папа, дай скалочку, папа, дай мастику, папа, я сделаю цветочек, я сделаю букетик. Я, да, мне надо из крема здесь посадить и здесь, это просто, это да. Наверное, тоже будет будущий кондитер и будет у нас семейный подряд. Мама, папа, я – кондитерская семья. А кроме училища, Дмитрий Антипенко научался у кулинарной академии «Эксклюзив» в Москве. Скончил кондитерские школы у Минску и Киеве. Заявляется постоянным удельником и переможцем разностайных выстав хлебной и кондитерской справы, республиканских и международных конкурсов. Самым поспеховым для Дмитрия стал 2014 год. У першыню, принимающий удел у сусветным кулинарным кубку у Люксембургу, Дмитрий завоевал золотой медаль. Зараз марать принять удел и перемогчи у чемпионате света по кондитерской справе. Есть у Дмитрия и еще одна мара. Можно попробовать, чтобы когда-нибудь все-таки открыть свое дело, именно свое какого-нибудь маленького кондитерского, вот это, наверное, чуть попозже. Чтобы уже под своим именем кормить людей нашего города, жителей нашего города. Светлана Князева, Александр Александрунец, Телерадио Компания «Гомель». Подробязную историю жития и працонного шляху Дмитрия Антипенки глядите сегодня у программы «Человек-года» на телеканале «Беларусь-2» у 17.01.55. У метах попереджения дорожных здоровья, не узуделом неполнолетних пешеходов, у Беларуси стартует специальное мероприемство «Увага. Дети». С 25-го жнивня по 5-е вересня, да и закликая быть особливо уважливыми на дорогах. Напереды дни в учебных агода детям треба адаптаваться до интенсивного руху города. Так у этой переда автомобилисты павинны уключать близкая светлофар нават у светлый час суток. Гэтая мера необходная. По статистыцы, большая частка ДТЗ зуделом неполнолетних здарается павинедарослых. До інших тем. Якосные товары, доступная цена, дегустация продукции, выступлений творчых коллективов. У Гомеле у минулой выходной на площу Паустанне прайшов масштабный кермаш «Аутлет-Линейка». Его организатором выступила «Гомельское коммунальное оптово-розничное унитарное предприемство «Аблгандльсоюз». Деяность гандлёвых пляцовок оценили и наши корреспонденты. В стоковую ярмарку «Аутлет-Линейка» на выходных посетило несколько тысяч гомельчан. В торговых павильонах, которые разместились на площади Восстания, был представлен самый широкий ассортимент продукции. Около 15 тысяч наименований от 300 отечественных производителей. Всего же белорусские товары составили 95% от общего количества представленных на ярмарке. Выбор для посетителей колоссальный – от булавок до мини-тракторов. Порадовали организаторы не только разнообразием продукции, но и приятными скидками. По более чем доступным ценам можно было приобрести овощи, рыбу, полуфабрикаты и другие товары. Ярмарка организована на высоком уровне. Можно купить детские вещи по доступным ценам. Мероприятия очень большие. У нас гости из России, им тоже всё очень нравится. Концерт хороший. Так что за всё большое спасибо. Разумеется, с учётом приближения нового учебного года актуальной остаётся покупка школьных принадлежностей, которые также были широко представлены на ярмарке. А ещё более 500 наименований одежды, ранцы и тысячи пар обуви на самый изысканный и строгий вкус. Каждый смог выбрать себе товары по душе и порадовать своего ребёнка накануне 1 сентября. Выбрали уже ему кофточку. Тут, в принципе, ассортимент хороший. И брюки, и костюмы есть, и обуви достаточно. Поэтому нас всё устраивает. Масштабная распродажа, организованная Облторгсоюзом, в этом году уже вторая. Большой акцент организаторы делают на продвижении отечественных брендов. Сегодня наша промышленность выпускает товары, которые ни в чём не уступают импортным аналогам. И цена в связи с тем, что сегодня каждый считает свои деньги, цены сегодня демократичные. Эту же продукцию можно купить в сети, в других торговых объектах Облторгсоюза. Вы знаете, у нас на сегодня самый крупный торговый объект есть на Могилёвской, на 16 тысяч квадратах. Там можно купить, опять же, всю продукцию, которая выпускается отечественными производителями. Каждый, кто пришёл на ярмарку, смог не только с пользой провести время, сделав приятные покупки, но и получить от мероприятий удовольствие. Работа детских площадок, дегустация продукции, дефиле юных моделей в школьной форме, выступление творческих работников Облторгсоюза и их детей. Праздничная программа была насыщенной и яркой. Дмитрий Котов, Ольга Вальченко, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи у эфиры.